Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости. Посвящается Бенуа Мандельброту, греку среди римлян. Пролог. О птичьем оперении. До открытия Австралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди белые. Их непоколебимая уверенность вполне подтверждалась опытом. Встреча с первым чёрным лебедем должно быть сильно удивила орнитологов и вообще всех, кто почему-либо трепетно относится к цвету птичьих перьев. Но эта история важна по другой причине. Она показывает, в каких жёстких границах наблюдений или опыта происходит наше обучение и как относительны наши познания. Одно единственное наблюдение может перечеркнуть аксиому, выведенную на протяжении нескольких тысячелетий, когда люди любовались только белыми лебедями. Для её опровержения хватило одной, причём, говорят, довольно уродливой, чёрной птицы. Распространение камер в мобильных телефонах привело к тому, что читатели стали присылать мне изображения чёрных лебедей в огромных количествах. На прошлое Рождество я также получил ящик вина чёрный лебедь, так себе, видеозапись, я не смотрю видео, и две книги, уж лучше картинки. Я выхожу за пределы этого логико-философского вопроса в область эмпирической реальности, которая интересует меня с детства. То, что мы будем называть чёрным лебедем, с большой буквы, – это событие, обладающее следующими тремя характеристиками. Во-первых, оно аномально, потому что ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно обладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснение случившемуся после того, как оно случилось, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым. Остановимся и проанализируем эту триаду. Исключительность, сила воздействия и ретроспективная, но не перспективная предсказуемость. Ожидаемое отсутствие события – тоже чёрный лебедь. Обратите внимание, что по законам симметрии крайне невероятные события – это эквивалент отсутствия крайне вероятного события. Эти редкие чёрные лебеди объясняют почти всё, что происходит на свете. От успеха идей и религий до динамики исторических событий и деталей нашей личной жизни. С тех пор, как мы вышли из плейстоцена, примерно 10 тысяч лет назад, роль чёрных лебедей значительно возросла. Особенно интенсивный её рост пришёлся на время промышленной революции, когда мир начал усложняться, а повседневная жизнь – та, о которой мы думаем, говорим, которую стараемся планировать, основываясь на вычитанных из газет новостях, сошла с наезженной колеи. Подумайте, как мало помогли бы вам ваши знания о мире, если бы перед войной 1914 года вы вдруг захотели представить дальнейший ход истории. Только не обманывайте себя, вспоминая то, чем набили вам голову занудные школьные учителя. Например, вы бы могли предвидеть приход Гитлера к власти и мировую войну, о стремительный распад советского блока, о вспышку мусульманского фундаментализма, о распространении интернета, о крах рынка в 1987 году и уж совсем неожиданное возрождение, моды, эпидемии, привычки, идеи, возникновение художественных жанров и школ – всё следует чёрно-лебяжьей динамике, буквально всё, что имеет хоть какую-то значимость. Сочетание малой предсказуемости, силы воздействия превращает чёрного лебедя в загадку, но наша книга всё-таки не об этом. Она главным образом о нашем нежелании признавать, что он существует. Причём я имею в виду не только вас, вашего кузена Джо и меня, а почти всех представителей так называемых общественных наук, которые вот уже больше столетия тешат себя ложной надеждой на то, что их методами можно измерить неопределённость. Применение неконкретных наук к проблемам реального мира даёт смехотворный эффект. Мне довелось видеть, как это происходит в области экономики и финансов. Спросите своего портфельного управляющего, как он просчитывает риски. Он почти наверняка назовёт вам критерий, исключающий вероятность чёрного лебедя. То есть такой, который можно использовать для прогноза рисков примерно с тем же успехом, что и астрологию. Мы увидим, как интеллектуальные надувательства облачают в математические одежды. И так во всех гуманитарных сферах. Главное, о чём говорится в этой книге, это наша слепота по отношению к случайности. Особенно крупномасштабный. Почему мы, учёные и неучи, гении и посредственности, считаем гроши, но забываем про миллионы? Почему мы сосредоточиваемся на мелочах, а не на возможных значительных событиях, несмотря на их совершенно очевидное гигантское влияние? И, если вы ещё не упустили нить моих рассуждений, почему чтение газеты уменьшает наши знания о мире? Несложно понять, что жизнь определяется кумулятивным эффектом ряда значительных потрясений. Можно проникнуться сознанием роли чёрных лебедей, не вставая с кресла или с барного табурета. Вот вам простое упражнение. Возьмите собственную жизнь, перечислите значительные события, технологические усовершенствования, происшедшие с момента вашего рождения, и сравните их с тем, какими они виделись в перспективе, сколькие из них прибыли по расписанию. Взгляните на свою личную жизнь, на выбор профессии или встречи с любимыми, на отъезд из родных мест, на предательство, с которыми пришлось столкнуться, на внезапное обогащение или обнищание. Часто ли эти события происходили по плану? Чего вы не знаете. Логика чёрного лебедя делает то, чего вы не знаете, гораздо более важным, чем то, что вы знаете. Ведь если вдуматься, то многие чёрные лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал. Возьмём теракты 11 сентября 2001 года. Если бы такого рода опасность можно было предвидеть 10 сентября, ничего бы не произошло. Вокруг башен Всемирного торгового центра баражировали бы истребители, в самолётах были бы установлены блокирующиеся пуленепробиваемые двери, и атака бы не состоялась. Точка. Могло бы случиться что-нибудь другое. Что именно? Не знаю. Не странно ли, что событие случается именно потому, что оно не должно случиться. Как от такого защищаться? Если вы что-нибудь знаете, например, что Нью-Йорк привлекательная мишень для террористов, ваше знание обесценивается, если враг знает, что вы это знаете. Странно, что в подобной стратегической игре то, что вам известно, может не иметь никакого значения. Это относится к любому занятию. Взять хотя бы тайный рецепт, в кавычках, феноменального успеха в ресторанном бизнесе. Если бы он был известен и очевиден, кто-нибудь уже бы его изобрёл, и он превратился бы в нечто тривиальное. Чтобы обскакать всех, нужно выдать такую идею, которая вряд ли придёт в голову нынешнему поколению рестораторов. Она должна быть абсолютно неожиданной. Чем менее предсказуем успех подобного предприятия, тем меньше у него конкурентов и тем больше вероятная прибыль. То же самое относится к обувному или книжному делу, да, собственно, к любому бизнесу. То же самое относится и к научным теориям. Никому неинтересно слушать банальности. Успешность человеческих начинаний, как правило, обратно пропорциональна предсказуемости их результата. Вспомните Тихоокеанское цунами 2004 года. Если бы его ждали, оно бы не нанесло такого ущерба. Затронутые им области были бы эвакуированы, была бы задействована система раннего оповещения. Предупреждён, значит вооружён. Эксперты и пустые костюмы. Неспособность предсказывать аномалии ведёт к неспособности предсказывать ход истории, если учесть долю аномалий в динамике событий. Но мы ведём себя так, будто можем предсказывать исторические события или даже хуже, будто можем менять ход истории. Мы прогнозируем дефициты бюджета и цены на нефть на 30-летний срок, не понимая, что не можем знать, какими они будут следующим летом. Совокупные ошибки в политических и экономических прогнозах столь чудовищны, что когда я смотрю на их список, мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю. Удивителен не масштаб наших неверных прогнозов, а то, что мы о нём не подозреваем. Это особенно беспокоит, когда мы ввязываемся в смертельные конфликты. Воины непредсказуемы по самой своей природе, а мы этого не знаем. Из-за такого непонимания причинно-следственных связей между провокацией и действием, мы можем с лёгкостью спровоцировать своим агрессивным невежеством появление чёрного лебедя, как ребёнок, играющий с набором химических реактивов. На этом книжка подошла к концу. Это был знакомительный отрывок. Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн, перейдя по ссылке в описании под видео. Достаточно зарегистрироваться и вуаля, книжка у вас. И помните, авторы, декламаторы, редакторы тоже люди, они тоже хотят кушать и на добровольных началах, к сожалению, в наше нелёгкое время работать фактически нереально, особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите как минимум автора и декламатора, купив лицензионную книгу.